Родина Здесь мы дрались, здесь мы росли, здесь мы гоняли телят в стадо, вон у нас речка Кефарь, мы купались там, все детство проводили. Детство у меня было счастливое. У каждого из нас есть своя малая родина. Для семьи Шутовых это Станица Староживая. Два брата, Виктор Алексеевич, Виктор Николаевич и его сын Роман давно живут в Ростове-на-Дону, так сложилось. Но при каждой возможности приезжают в родную Станицу. Об ее истории знают все или практически все. Их предки были первопоселенцами Староживой. В 1840 году здесь находилась в российской части 2-я рубская бригада. Полковник Круковский командовал этой бригадой и для защиты они построили эту крепость. Эта крепость называлась Надежинская, от слова надежда. Она строилась 10 лет и занимала большую территорию, состояла из двух башен Бежгонской и Кефарьской, которым был подземный ход. Крепость эта со временем пришла в упадок, потому что за ее ненадобностью. Но вот такие остатки на сегодня сохранились. Помимо Староживых башен, крепость имела казарменные помещения для линейных казаков и офицерского состава, хозяйственные постройки и пороховой склад. Здесь держали оборону и регулярные войска. Вокруг крепости шел большой ров. Ров заполнялся водой. Мне рассказывали, что здесь был когда-то родник. Из родника заполнялся ров водой в качестве оборонительной меры. В то время в Староживой жили 270 казачьих семей и три офицера. Среди них был и основатель большого рода Шутовых Василий Николаевич. Он был призван в армию на 25 лет из деревни Шутиха Смолецкой губернии. Служил предположительно в литовском пехотном полку. Староживой бравый казак встретил свою вторую половину. Произошло это так. Для того, чтобы женить казака, нужно найти женщину. Это непременно условие. А женщин привезти на Кавказ, где постоянные войны, это было совершенно сложное дело. И тогда придумали вот такой ход. Набирали добровольцев, женщин-добровольцев, осужденных на каторгу. Им давали право выбора. Или Кавказ замуж, или на каторгу. Но Кавказ в то время и каторга в Сибири, это были синонимы, одинаковые. Но многие выбирали семью на Кавказе. И вот две подводы посадили таких осужденных на каторгу молдаванок, цыганок, сербиянок из Молдавии. И привезли на подводах Староживую и жен. И вот они выбрали друг другу, кто был кому по душе, и поженились. И отсюда пошел наш род. Первый наш предок, Василий Николаевич, был мужем Татьяны Сысоевны. Они родили много детей. Именно из-за их прабабушки, первых поселенцев Станицы Староживой, называли колдунами. Наша прародительница была тоже цыганкой. Видно по фотографии моего деда, что у нас корни цыганские. Смуглая, похожая очень. И она была осуждена за лечение людей, за колдовство, как бы было в приговоре. На самом деле, она многие годы, лет 60, Станицы была повитухой, принимала роды. Очень многие дети родились в ее руках. Она лечила людей, она была знахаркой. Татьяна Сысоевна Шутова. В семье Шутовых было два сына – Андрей и Николай. Андрей растил три сына – Федора, Игната, Антона. Николай имел несколько дочерей и сына Василия, названного в честь деда. Именно с тех пор в семье Шутовых появилась традиция, которую они сохраняют по сей день. Передается из поколения в поколение одного сына называют Николая, второго – Василий. И у нас Василий Николаевич – прадед, Николай Васильевич – прапрадед, прапрадед. И мой дед – Василий Николаевич, мой отец – Николай Васильевич, а мой брат – Василий Николаевич. Поэтому у нас тут сильно не надо запоминать эта традиция, называть честь первого прародителя именем Василий или Николая. Как и все первопоселенцы, в Шутовы честно жили, честно работали, хранили веру в царю и отечество. Мужество и храбрость, стойкость и взаимовыручка – эти качества предки Шутовых проявляли во времена битв и сражений. Но и в верной жизни казаки играли важную роль. Хлебопашцы, способные накормить и себя, и свою страну – это тоже казаки. Близкая родственница Нина Игнатьева-Бакнычева, урожденная из Шутова, своеобразный летописец семьи. Через три года ей исполнится сто лет. Но она хорошо помнит предания старины глубокой. Дедушка рано умер. Они были на степу, копали картошку. Привезли, у подвала ссыпали, ну, бабка была. И он залез в подвал, разгребал картошку. Тогда чума ходила какая-то. И он там умер. Был днем, копал картошку, все. И отец мой рано остались они без отца. Сами с бабушкой росли. Ну, бабушка вот добушкой была тогда раньше. Вот встанем утром, мешок муки в загорошке стоит. Тайну милостину люди давали. Дрова бабушка рано осталась. Дядя Антон же, что-то сын. А они... А бабушку как звали? Татьяна. А девичья? Девичья его? Ляшова. Дядя Антон всегда приходил к нам. Мы же детворой груши. То сушеные, то такие, лесные. Мы ждем, как Бога дяди Антона гостиницу принесет. У нас же семь душ было. У мамы, у папы. И мы ждали, как Бога дяди Антона. Мы жили ниже, а они выше от нас. И вот мы ждем, дядя Антон придет, всегда груши или сухие, или лесные приносит, дает нам делить. А нас всем душ было. У казаков никто без дела не сидел. У каждого были свои обязанности. Чтобы выжить, дети помогали родителям. Так было и с покон веков. Однако в начале 20 века именно эти качества, трудолюбие, преданность своей вере и отечеству, не понравились новому советскому правительству. В январе 1919 года начались аресты и расстрелы казаков. Многие уходили в эмиграцию. Другие попали в тюрьму или погибли. Слово «казак» было запрещено. Казачьих детей не принимали в высшие учебные заведения. Все эти события затронули и семью Шутовых. Что не лучший казак, то хозяин его насылка. Моя сестра родная жила в Багаевсковой. А он к кресту стоит у нас. Он был, уже после его восстановили. А то ж не дали их хоронить, расстреляли ж казаков. Расстреливали. Багаевского тогда. Ченцов, Багаевский. Под гору Белоусска и от креста их расстреляли. Под Белоусска, да. Папу тоже хотели выслать и нашего отца. Сказали, он батрака имеете. А он сироту продютил. Говорит, работника держишь. Какой работник? И папа наш кладовщиком был в совхозе. А вечером совещание было. И решали выслать нас, папу, всех на ссылку, чтобы батрака держал. А отец тогда, как заскочил наш, вечером недалеко с двора, и чернильницу как схватил, хотел ударить того. Но тут не дали ему папе, чтобы... Какой же батрак? Он сирота, он у нас воспитывался. Так что вот это было. Из-за малых нас не выслали. Однако отец Нины Игнатьевны, как это ни странно, обиды на советскую власть не держал. Более того, остался ей верен, когда в 1943 году враг пришел на Кавказ. Он в первый класс пошел, половину первого класса года, ну, проучился, и все. Один класс не прошел. А был председателем колхоза. Был когда колхоз. У нас амбары были дома. Тогда же папа первый уступил в колхоз. Амбары протянули на хоздвор. С двора, и наш амбар туда. А бабушка, мама его. Ой, так ты что, сукин сын, мы строили, ты. А ты отдаешь кого хочешь? А ты что? А ты... А тогда был кладовщиком, объездщиком был. В общем, такие... Занимал должности. Этот грамотный. Когда немцы пришли, его хотели, чтобы в совете. А папа сказал, не, не, не. А бедность были. Брюки такие самотканные, что-то, рай. Что, бедности. Мы тебе оденем. А папа сказал, нет, нет. Та отказался, в общем, и прятался, чтоб у него не... Ну, и все совет не взяли. Не просто складывалась и судьба другого деда Шутовых, Василия Николаевича. Ему тоже досталось от советской власти. Но так же, как и его брат, он свою родину не предал. Он был достаточно зажиточным казаком. У него была своя зерновая мельница. Станица Староживой, переулок Мельничный один. И он был очень грамотный, читал о коллективизации. В 30-м году, за две недели до того, как начали коллективизацию в Староживой, он пришел в прототип колхоза, тогда называлось «Товарищество по обработке земли» – ТОЗ. Написал заявление о принятии его, всей его семьи, с его имуществом, бара, всей скотины в ТОЗ. Чем он, конечно, поверх в шок, потому как богатей, кулак, пришел передать все в товарищество. Но спустя две недели на Староживой началось раскулачивание, высылка кулаков. Деда моего тоже репрессировали, несмотря на то, что он сам передал все. Есть приговор в Карачао-Черкесском архиве. Его лишили избирательных прав на 10 лет. Батратский комитет решил деда, несмотря на то, что он сам передал все свое имущество. Так что он тоже считается репрессированным. Спустя 11 лет началась Великая Отечественная война. Василий в числе добровольцем первым ушел на фронт. Больше его родные не видели. В 1942 году пришло извещение. Он пропал без вести. Домой вернулся только его сын Иван, который вместе с отцом ушел воевать против фашистов. Попал в школу командиров, артиллерист. Полгода курсы, Сталинград. Тяжелое ранение в голову. Его эвакуировали в Кисловодск. В Кисловодск пришли немцы. Немцы начали раненых добивать в госпитале. И тогда его сосед, дед Абрахимов, по палате, одноклассник, тащил его домой на тачке через Карачаевск в Сорожевую, 150 километров. Дядя был в коме. И он вышел из комы только спустя 6 месяцев. И когда немцы ушли из Сорожевой, он был дома, прятала его мама. На хате написала мелом тиф. Немцы шарахались. И когда пришли наши, выбили немцев, он ушел воевать и вернулся только в 1947 году. А ведь после ранения ему дали вторую группу инвалидности. Он бы мог спокойно остаться дома, жить вдали от фронта, от опасности. Но Иван Шутов выбрал другой путь. За мужество и проявленный героизм он был награжден орденами и медалями. В том числе за отвагу, за освобождение Сталинграда. Казаки всегда, казачий народ, а это народ, всегда служили людям, живущим на этой земле. Всегда служили государству. И не важно, какая власть была, Российская империя, что было в гражданскую войну, потому что здесь оставались их семьи, дети. Не важно, что происходило. Неважно, они были со стороны белых или красных. Они все становились вместе, поднимали оружие и защищали эту землю. Потому что задача любого казака, казаки это воинская каста, защищать, оберегать, беречь. Всегда нужно помнить об этом, что казаки это тот народ, который построил Россию, помог Россию построить. Всегда дружил со всеми народами, вратался, воевал в одном окопе. В окопах не спрашивают, из какого ты общества, из какого ты реестра. Был ты за красных, был ты за белых. В окопах ты понимаешь только об одном, что где-то твоя семья, где-то твои близкие, где-то твои родные, где-то твои станичники. И не важно, казаки это или не казаки. Это свято. Всю жизнь Иван Шутов дружил со своим спасителем, который был не просто его одноклассником, а советским офицером, старшим лейтенантом, работающим под прикрытием. Дед Абрахимов был уже выздоравливающий. Подпольный комитет партии, райком партии, предложил ему пойти служить в полицию. Он пошел служить в полицию, чтобы помогать нашим войскам. И когда наши пришли, он спрятался, вышел, все рассказал, но подтвердить их некому было, что он был по заданию райкома партии. И он отсидел 10 лет в лагерей, по 58-й статье. Такая печальная судьба. Мы с пацанами вечно его дразнили по лица и по лица. Дядя Иван взял меня за ухо, оттягал за ухо и рассказал, что этот человек служил своей родине, только по заданию. Память о массовых политических репрессиях – полезная тема. Дети врагов народа сегодня убеленные сединами мужчины, у которых до сих пор болит душа за ту несправедливость и унижение, которое выпало надоль их предков. Мой дедушка Лабушкин, Павел Антонович, он был раскулачен, репрессирован. Вот в 1936 году его в декабре месяце, в сентябре месяце, 9 сентября забрали, а 23 октября решением тройки был расстрелян. Мой отец, он 16-го года рождения, в 1941 году ушел тоже на фронт, и в 1942 году был контужен под Ростовым, потом на их бросили под Лозовую, под Лозовую он пропал без вести. До 1945 года он прошел концлагеря, и в 1945 году, пройдя проверку, там несколько раз побегал было, он вернулся домой. В неданном Никольском храме Станисто-Старожевой прошла торжественная церемония. Здесь открыли мемориальные плиты казакам, награжденным георгийскими крестами и медалями за подвиги на полях сражений Первой мировой. На этих плитах три строчки занимают представители рода Шутовых Игнат, Федор и Николай. Историческая справедливость восторжествовала. Казаки всегда были храбрыми и воинами. За проявленное мужество и героизм во время Великой Отечественной войны почти 300 казаков удостоились звания Героя Советского Союза. Более 100 тысяч награждены орденами и медалями. 7 кавалерийских корпусов и 17 кавалерийских дивизий получили гвардейские звания. 24 июня 1945 года казаки заслуженно приняли участие в Параде Победы. По Красной площади они маршировали в своей исконной казачьей одежде в форме своих предков. Про казаков снимали фильмы, писали песни, выпускали книги. Но после смерти Сталина и воцарения Хрущева по России, ее культуре и казачеству по православной церкви были нанесены страшные удары. Эта борьба вела стихо и бескровно, но настойчиво и целеустремлено. Один за другим закрывались храмы. В 1946 году в стране действовало более 14 тысяч приходов православной церкви. При Хрущеве их осталось около 7 тысяч. Казачеству опять припомнили старые грехи, вынудили рассеяться по стране, забыть о своей славной истории. Это продолжалось до так называемой перестройки. Вплоть до начала 90-х годов, когда казачество стало возрождаться, внуки скрывали свою принадлежность казачьему роду. Внуки, но только не шуток. У отца сохранился дедов кинжал, я его стырил, закопал в огороде, в итоге он сгнил, отец достал, очень сильно ругался меня. Единственная реликвия, которая была семейная, это дедов кинжал. Конечно, мы знали, никак это не рекламировалось, не выпячивалось, государством это не пропагандировалось. Все это восстановление казачества, оно уже пошло на те годы, когда я уже был взрослым. Но то, что мы казаки, потомки казаков, что наши деды основали это поселение, это мы всегда знали, потому что оно передавалось из уст в уста. Все мужчины из рода Шутовых достойно продолжали казачьи традиции. Честно служили родине, в рядах советской армии. Многие из них имели благодарственные письма и почетные гранты. Два брата, два Виктора, посвятили свою жизнь защите родины, стали военными моряками. К 14 годам я перечитал все четыре библиотеки моей станицы. Меня очень интересовали море, приключения, пираты. Самой моей романтичной книгой была «Земля Санникова», которую я прочел, мне было 10 лет. И мне хотелось найти эту землю Санникова. Тем более, что мой знаменитый земляк Бруснев, Михаил Иванович, будучи в ссылке, участвовал в экспедиции «Шхун и Заря» в поисках пропавшей экспедиции барона де Толля и в поисках земли Санникова. Земля Санникова не была именно найдена, бароль де Толь тоже не был найден, но они открыли несколько новых островов в честь жителя станицы-староживой Бруснева Михаил Ивановича был назван остров в Северном Ледовитом океане. Традицию своих предков продолжает самый младший из шутовых – Роман. Несмотря на молодость, план у него амбициозный, задачи серьезные. Роман – член общественного движения «Оплот», основанное в Ростове-на-Доно ветеранами боевых действий. Главная цель – социальная защита ветеранов и российского казачества. Здесь есть над чем работать. Когда я начал погружаться в это все, я понял, что есть гигантская проблематика, что о нас думают, что мы, Иваны, не имеющие никакого родства. Это большая проблема. На самом-то деле сейчас очень просто стереть любого человека, владея технологическими возможностями. Дело в том, что все ресурсы, в основном в своей массе, они иностранные. Завтра изменят информацию, и не будет казаков. Послезавтра изменят информацию, и не будет меня, не будет вас, не будет никого. Дело в том, что за сердца и за умы людей нужно бороться. Я занимался общественной деятельностью, занимался бизнесом. Когда занимался бизнесом, пытался создавать проекты. Писали мы в правительство, в Москву писали. У нас есть ответы, письма. Мы говорили, что нужно этим заниматься. И вот только спустя 2015 года, в 2022 году я узнаю, что Россия будет вкладывать 750 миллионов в создание образа и подобия Википедии. На самом деле, в Википедии такие ресурсы, это всего лишь оружие против нас. Там можно легко изменить любую информацию, а у людей уже вбита в голове такая информация, что это и есть правда. Что она пишет, то и правда. Поэтому нужно собирать, покрупиться информацию, собирать ее для людей и передавать в наши источники, в наши ресурсы. Потому что, к примеру, такие вот моменты, вот была, к примеру, азербайджанская дивизия, была казачья дивизия, которая брала станицу Гниловскую в момент освобождения Ростова, второго освобождения Ростова. Вот вопрос, все кричат, сословия, сословия. Как же тогда, почему называлась тогда дивизия казачья? В СССР же не было сословия, но она же называлась казачья, потому что казаки это народ. Это все стирается из памяти и замещается извне знания, информация. Мы должны бороться за свое имя, за свое право, потому что мы большой народ, который строил Россию, который воевал за Россию во всех войнах, в Великую Отечественную войну, во всех возможных конфликтах. Сейчас парни воюют во всех горячих точках, в Сирии, на Донбассе. Но все об этом забыли, они привыкли, что казаки это только те, которые ходят в лампасах и занимаются просто общественными делами. А по факту казаки это великий народ, который всегда воевал, и он должен помнить и знать всю свою историю. А еще Роман ведет блог «Казаки всего мира». Он пишет о жизни, традициях и наболевших вопросах казаков не только России, но и мира. Трудная и кропотливая работа, но очень нужна для тех, кому не безразлична судьба казачества. Нет как таковых центральных архивов. Все разрознено абсолютно везде. Есть сайты фанатские, есть иностранные группы. Вот, к примеру, фотографию, одну из фотографий я обнаружил на бельгийской группе в фейсбуке, где мы обнаружили нашего предка. Вот фотографию, где он с маленьким ребенком. Я случайно обнаружил ее в бельгийской группе потомков казаков. Это очень интересный факт в фейсбуке. То есть ищем информацию везде. Где-то они находятся на личных страничках людей, которые просто, ну вот, уже пожилой человек размещает вот две фотографии, пишет текст. Очень сложная, скрупулезная на самом деле эта работа, поиск информации, именно правдивая информация, правдивая, потому что все искажается. Нет глобальных ресурсов на данном этапе, прям очень глобальных, где это все было бы структурировано. Но где бы ни жили казаки, в какой стране, они знают. Честь и доброе имя для казака дороже всего. Служи верно своему народу, а не вождям. Держи слово. Слово казака дорого. Чти старших, уважай старость. Погибай, а товарища выручай. Помогай бедным, не обижай сирот и довиц. Защищай от врагов отечества. Но прежде всего, крепи веру православную. Ходи в церковь, соблюдай посты, очищай душу свою. Это истинный, своеобразного кодекса казачьей чести, по которому испокон веков жили казаки. Живут и сейчас, несмотря ни на что. Жестокое истребление казачества, политические репрессии не сломили дух этого гордого народа. Как и много лет, они по-прежнему говорят, слава Богу, мы казаки. Такое вот правило жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова